Всем привет, это Леонид Волков, это новое образовательно разъясняющее видео от общества защиты интернета о том, как государство снова продолжает гробить интернет, в этот раз ради борьбы с умным голосованием. Интернет и политика связаны, и мы вам всегда про это говорили, а сейчас докажем. В начале сентября разработчики браузера Chrome объявили, что его новая версия для андроида будет поддерживать протокол, который называется DNS over HTTPS, сокращенно его называют DOH. Он шифрует запросы пользователей к серверам DNS, то есть ваш провайдер не сможет узнать, на какие сайты вы ходите. То есть не только зашифрованный трафик между вами и сайтом, как всегда по протоколу HTTPS, но и зашифрованный запрос к сайту. Эта опция в Chrome будет включена для всех пользователей по умолчанию. Ну а теперь обратимся к нашей постоянной рубрике, а тем временем в России. Пока браузер Chrome делает все для приватности пользователя, Министерство цифрового развития, это ведомство, которое вообще-то должно как бы развивать интернет в России, предлагает поправочки к закону об информации. И в этих поправочках говорится следующее. В числе протоколов, которые предлагают запретить в России Минцифры, есть и тот самый DOH и еще несколько других. Давайте разберемся, что это такое, чем эти протоколы важны и почему этот законопроект вообще появился и как это связано с умным голосованием. Представьте, что вы заходите на какой-нибудь сайт и вводите его адрес в адресную строку браузера. Ваше соединение при этом пока еще не зашифровано. То есть, проще говоря, оператор связи, который предоставляет вам доступ к интернету, может при желании проанализировать ваши запросы и посмотреть, куда конкретно вы уходите, к какому сайту обращаетесь. Ну или не сам оператор связи, а специальный сотрудник, который заглядывает к вам в экран у него из-за плеча. По сути это слежка. В обычных условиях операторы, как правило, не пользуются этой возможностью, ну может быть только ради статистики и сбора больших данных. Но когда кое-кому понадобится возбудить против вас уголовное дело за мысль преступления, эти данные станут дополнительным, а может быть даже единственным доказательством. Так было, например, в деле математики Дмитрия Богатова. Вы наверняка о нем слышали. В 2017 году Богатова обвинили в так называемых призывах к терроризму. По версии следствия, эти призывы на одном из форумов некто опубликовал с его IP-адрес. На самом деле Богатов просто держал у себя дома выходной узел сети ТОР. И это значит, что его IP-адресом мог воспользоваться кто угодно. Но этот аргумент оказался для следователей неубедительным. Но как они узнали, куда ходили с этого IP-адреса? Вот так и узнали. Потому что обращение к доменным серверам не было зашифровано. Когда разработчики поняли, что есть такая проблема, они придумали дополнительные протоколы шифрования, которые спасают пользователя в таких случаях. Таких протоколов разработано несколько. В законопроекте Минцифры упоминаются четыре. Не углубляясь в детали, скажем, главное, все они нужны для шифрования запросов пользователей, чтобы оператор связи не мог узнать, куда вы ходите. Протокол DOH появился всего два года тому назад, но очень скоро он станет одним из базовых стандартов интернета, которыми будут пользоваться все в цивилизованном мире. Первым его внедрил браузер Mozilla, сейчас его внедряют и другие браузеры. Но только не в России. У нас профильное министерство почему-то посчитало, что оно может просто взять и запретить протокол, на основе которого будут работать уже очень скоро все современные браузеры. Вот просто взять и запретить розчерком пера какого-то министра. Реально запретить интернет. Не будем даже говорить, что запретить эти протоколы чисто технически невозможно. Как можно доказать при анализе интернет-соединения, что именно они были использованы? Да вообще-то никак. Логика у чиновников была, видимо, вот такая. Ну вот есть протокол, который очень им мешает, и есть ресурсы, которые используют этот протокол. Значит, эти ресурсы нужно заблокировать. Насколько вообще, конечно, здесь можно говорить о логике? Давайте просто представим, как это будет работать. Вот вы заходите в браузер, в котором внедрен DOH. А это я напоминаю, наше ближайшее будущее. Все браузеры скоро будут такими. Открываете любой сайт и готово. Теперь, с точки зрения логики Минцифры, этот сайт можно заблокировать, потому что он использует запрещенный протокол шифрования. А знаете, что еще можно будет заблокировать под этим предлогом? Сайт умного голосования. Если вам кажется, что мы тут немного преувеличиваем, то просто вспомните, сколько раз власти уже пытались заблокировать сайт умного голосования, и как их раздражает, что у них это до сих пор не получилось. Конечно, мы не можем утверждать, что законопроект Минцифры нужен только для блокировки умного голосования. Но когда мы видим, как настойчиво власть борется с нами абсолютно на всех уровнях, от обысков в штабах до отравления новичком, это уже не кажется такой ерундой. Вот помните проигрыш Метельского и Косомары на выборах в прошлом году в Москве, или победу наших кандидатов в Новосибирске и Томске в этом году? Это все умное голосование. А одна из самых важных его частей – это сайт, где люди регистрируются и получают списки кандидатов, за которых потом голосуют. Согласитесь, ощущения, которые испытываешь, когда твой кандидат выигрывает выборы, мало с чем можно сравнить. По понятным причинам нам оно почти недоступно, но даже на полностью зачищенном политическом поле, благодаря умному голосованию, мы иногда можем его испытывать. Впереди у нас стратегически очень важные для власти выборы в Госдуму 2021 года. И понятно, что если Кремль готов сейчас даже уже на попытки убийства, то он сделает все для того, чтобы провести единороссов в парламент. Принять какой-то там очередной мутный и не очень понятный неспециалистом законопроект – это вообще не проблема. Ну а заодно этот законопроект позволит блокировать вообще любые неудобные сайты. Очень приятный бонус. Чисто формально этот законопроект, как и многие другие кремлевские инициативы в области регулирования интернета, будут неисполнимы. Ну точнее формально эти поправки к закону коснутся вообще всех сайтов в интернете. Например, по этой же логике можно будет заблокировать, скажем, сайт Кремля, если кто угодно зайдет на него хотя бы один раз из браузера DOH. То есть здесь мы в чистом виде имеем дело с очередным законом, нацеленным на исключительно избирательное правоприменение. Понимаете, сейчас сайт умного голосования им не дается, потому что, несмотря на многократные судебные решения о его блокировке, он размещен на инфраструктуре Гугла. По нынешней системе блокировок нельзя вырубить только умное голосование, не отключив Россию, Гугл и Ютьюб. И как раз борясь с сервисами типа DOH и SNI, они пытаются сделать точечную блокировку сайта по конкретному УРЛу возможной. Впрочем, я вас заверяю, сайт умного голосования в любом случае будет доступен. Чтобы его заблокировать, им придется выключить интернет со всем. Ну, если они на это пойдут, все равно у нас останетесь вы, а это самое главное. Спасибо. Спасибо.